Разбудил бой сирен. Вместо привычных уже предупреждений по громкоговорителям, после которых я обычно отворачиваюсь к стене и снова засыпаю, слышу бульканье и невнятное мычание. Должно быть, слизь забила динамики. Сажусь на кровати. Что на этот раз? Это длится уже 47 минут. Спустя час 33 минуты и 49 секунд это закончилось. Еще через 6 минут слышу переговоры ликвидаторов за дверью, звуки, падающие слизи, шуршание пакетов. Напряженно вслушиваюсь и делаю два удара по гермотвери. Слышу глупое падение вещмешка с запасами суппайков. На двоих, на неделю. Дед умер уже три недели как, но лишние суппайки могут мне пригодиться. Нет, нет самосбора. Просто я проснулся. Я съел деда. Прошло три дня. Снова вой. Часы остановились еще вчера. Из динамиков слышу голос деда. Егор. 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 Интонация абсолютно не меняется. Без каких-либо эмоций. Я знаю, что это не он. Но знаю точно, что это не из-за двери. Может мне стоит выйти? Каждый день слышу за стеной оживленные голоса счастливого семейства. Странно. Там жили Красниковы. Но они давно умерли. Мне это еще дед рассказывал. Судя по голосам, две женщины и один мужчина. Нет, не женщины. Женщина там только одна. Ребенок. Может ли быть, что в их квартирах кто-то заселился. Но за дверью я ничего не слышу. Уже месяц никто не приносит суппайки. Почему у семейства за стеной такие счастливые голоса? Они должны голодать. Не могу больше ждать. Хочу зайти к ним. Может у них есть еда? Вернулся из соседней квартиры. В подъезде все чисто. В квартире три давно разложившихся тела. Мужское, женское и детское. В квартире три давно разложившихся тела. Мужское, женское и детское. У них нет еды. Снова слышу за стеной голоса, теперь монотонные. Егор, 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 Егор. Кресли напротив сидит дед. Кресли напротив сидит дед. Кресли напротив сидит дед.